Виталий, приветствую тебя! Торговая сессия среды, как мы в понедельник с тобой уже анонсировали, важный день для всех финансовых рынков, потому что сегодня отчет по инфляции в США, который, конечно же, заранее, если готовиться к нему, должен уточнить перспективы американской денежно-кредитной политики и, прежде всего, темпы дальнейшего повышения процентной ставки. От этого уже будет зависеть, как отреагирует на все доллар, а доллар уже повлияет на динамику других инструментов, против которых мы его и рассматривали. Заранее, опять же, я думаю, что ты присоединишься к комментариям, что когда на рынке рождается такое фундаментальное событие, его ни в коем случае не нужно недооценивать. Друзья, он действительно будет важным. Я даже не могу себе представить и думаю, что так оно не будет. Сегодня по факту выхода этого релиза мы будем наблюдать за авиалой динамикой. Это вряд ли возможно, потому что слишком уж большие ставки на этот релиз и слишком уж большое значение этот релиз имеет для вообще риторики американского регулятора. Это более важный релиз, более важный отчет, чем non-farm barrels, потому что с рынком труда было ранее все понятно, прогресс сохраняется. А вот на инфляцию американский регулятор смотрит со всех сторон, потому что, напомню, повышение ставок, которое мы наблюдаем в последние месяцы, это и есть реакция резерва на рост инфляции, которого он очень сильно боится, переживает за то, что в конечном счете, если не взять ее под контроль, может развиться рецессия, которую впоследствии уже будет очень трудно, из которой будет трудно вывести экономику. Ну что, я предлагаю тогда сегодня разобрать индекс доллара. Конечно же, понятно, с чем это связано. Еще посмотрим на ряд рисковых активов, которые я комментировал в прошлый раз. И, да, чуть было не забыл, отметил, что самая главная рекомендация на сегодня – это контролировать риски, следить за загрузкой депозитов, потому что, конечно же, на такой волатильности, друзья, может случиться так, что будут задеты все отложки и сверху, и снизу. Поэтому имейте в виду, что иногда лучше торговать все-таки, имея какое-то фундаментальное или техническое убеждение в одном направлении, с контролем рисков, с невысоким плечом, чтобы эта сделка стала какой-то среднесрочной, долгосрочной, находящейся под вашим полным тотальным контролем, а не так, чтобы вы, глядя на движение рынка в противоположную сторону, начали паниковать и совершать еще больше глупостей. Так, ну что, давайте так демонстрация экрана. Начнем мы с индекса доллара. Сейчас индекс котируется на отметке 106.13. В принципе, это те же самые значения, что были в понедельник, да и те же самые уровни с небольшим округлением, что были на прошлой неделе. Рынок нуждается в дополнительном триггере топливе для движения, и, конечно же, сегодня этот триггер на рынке будет. Мы с тобой уже в карту даже разбирали, какие цифры мы можем увидеть по инфляции. Напомню, что два показателя. Это основная инфляция, которая включает цены на продовольственные товары и энергоносители. Ты правильно отметил, что из-за того, что цены на нефть не росли в последние месяцы, а это все-таки июльская статистика, то есть высокая вероятность того, что основной индекс будет не таким высоким, как раньше. То есть даже по прогнозам ожидаются цифры 8,7% с 9,1%. Ну вот базовая инфляция, которая не учитывает продовольственные товары и цены на энергоносители, она по прогнозам вырастет с 5,9% до 6,1%. Я думаю, что в конечном счете, независимо от характера цифр, рынок может выкрутиться таким образом, чтобы в конечном счете, под конец торговой сессии, все стали обсуждать то, насколько выросла вероятность повышения ставки на 75 байсных пунктов на сентябрьском заседании. Я сторонник того, что с текущих примерно 68% после выхода Non-Farm Parallels, эта вероятность может достичь 75 или даже выше. Поэтому я сегодня оптимист по доллару. Я думаю, что индекс американской валюты завершит текущую итоговую сессию поближе к 107 пунктов, потому что я опять же ожидаю рост инфляции, пусть и только лишь базового компонента. И этот рост может убедить американский регулятор быть более решительным в вопросе борьбы с индексом потребительских цен и направлении повышения процентной ставки. Так, по другим финансовым активам, которые я рассматривал в прошлый раз, это были рисковые активы рынка Форекс против доллара, в частности, евро против доллара. Я рекомендовала сделку селл-стоп с уровня 1.0158, но до этого уровня мы не добрались. Собственно, и сейчас продолжаем консолидироваться в районе отметки 1.0.2. Так и в случае с индексом доллара, где я ожидаю укрепления позиции евро, я считаю, что с большим потенциалом можно зашортить. Причем не с текущих значений, я немножко повыше уровень, изменю точнее уровень отложки и предлагаю заходить не через селл-стоп, а через селл-лимит и с уровня 1.03. Опять же, это ожидание обусловлено тем, что первая реакция может быть неоднозначной на выход данных по инфляции и спровоцировать всплеск волатильности там довольно значительный. Почему бы не фигуру, если взять на рассмотрение, учитывая значимость фундаментального события. И если, соответственно, пара евро-доллар на первой реакции, первые минуты после выхода релиза сможет протестировать сопротивление 1.03, то оттуда, мне кажется, можно будет уже занимать довольно перспективную долгосрочную сделку в расчете на возвращение пары евро-доллара в район паритета. Поэтому отложка селл-лимит 1.03, стоп-лосс 1.03.70 и тэк-профит в районе паритета. Итак, другая сделка – это британская валюта, которую я также рекомендовал шортить с уровня 1.2150, но мы пока до туда не достали. Думаю, что можно оставить в силе в работе эту отложку, потому что тоже в качестве первой реакции допускаю, что будет прострел вверх, и после чего все-таки на рынок вернутся продавцы. Куп еще с потенциальным ростом доллара, с мрачными прогнозами от Банка Англии, которая озвучила во время нашего с тобой прошлого эфира, по рецессии, по росту безработицы, по снижению доходов, по повышению инфляции. И это может сделать свое грязное дело для британской валюты, отправить ее ниже поддержки 1.20. И еще одна сделка, которая также была в прошлый раз – это канадский доллар против американца. Причем я тогда уже рассматривал эту пару как дуэт активов, в частности, где лидером роста будет доллар на ожиданиях предстоящего релиза по инфляции. И мы помним, что неделю довольно плохо начали в целом по рынку нефти, снижение цен на нефть оказало давление на канадский доллар, и сработала отложка Балинин с уровня 1.2850, сейчас котировки 1.2880. Я рекомендую ее пока удерживать, потому что считаю, что, как и в ситуации с первыми дуэтами активов евро-доллара, фунт-доллар, лидером будет все-таки американская валюта. Плюс ко всему я, хоть и не торгую сейчас, Виталий, нефтью, потому что пытаюсь найти более оптимальную точку входа, но считаю, что краткосрочный потенциал остается еще за продавцами. Поэтому при негативной динамике в рамках стоимости бренда WTI давление на канадца может усилиться. Цели, в принципе, прежние. Ждем закрепления выше уровня 1.30. При определенном развитии событий, если окажусь прав в отношении предстоящего резиса по инфляции, те цели, которые я обозначил, реально могут быть сделаны в рамках оставшихся дней текущей недели. Почему бы нет? Слово тебе. Итак, всех приветствую. Давайте пройдемся по рыночку. Ну, здесь я бы еще добавил ко всем моментам. Я, в принципе, с тобой согласен. На что я обратил внимание, это пятница после Нинфарма, и дальше в понедельник продолжилась. Это инверсия тревоги доходности по облигациям. В США. То есть короткие облигации двухлетние, они показывают более сильную доходность, нежели долгосрочные. О чем это говорит? Это говорит о том, что инвесторы продают короткие бумаги, выходят в кэш или перекладываются в длинные бумаги. И это сигнализирует, вот эта инверсия доходности, это является таким показателем того, что мы в ближайшее время, в ближайшее, там, в следующем году, это 23-24, мы вступим в рецессию. С долгосрочной точки зрения, это нам говорит о том, что фондовый рынок будет достаточно сильно падать. Поэтому будем искать какие-то точки опоры на шорт этому рынку. Ну, давайте пройдемся сначала по валютному рынку, что у нас было в прошлый раз. В прошлый раз я говорил о том, что евро-доллар, я вижу покупку, я дал рекомендацию, рискованную на покупочку, то есть мы покупали в понедельник евро-доллар. В принципе, с этих значений евро показывал неплохой интродэй рост, что в понедельник, что в вторник, мы еще выше, около, с точки входа, мы сделали где-то 50-60 пунктов, поэтому интродэйки, кто торгует, они, в принципе, неплохо заработали. Я также давал рекомендации своим ребятам по евро, мы заработали на этом движении. Я ожидал евро повыше, но так как, возможно, это будет сегодня, но, скажем, у меня закрались небольшие сомнения по евро-доллару, по поводу шорта, точнее, покупок. И я вчера достаточно так рискованно перевернулся по рынку, свое мнение поменял, и я вижу возможность евро-доллара ухода в шорт с текущих. То есть это будет или с текущих мы пробуем шортить 1.02.11, или есть вариант, что на новостях мы можем сделать какую-то шпильку к вчерашнему максимуму, это в район 1.02.45. То есть выше евро я не жду при учете, что здесь реально шортовая картина. Если мы уходим к той лимитке, которую ты сказал, 1.03, то я думаю, мы дальше можем и выше уходить. Конечно, если это не будет какой-то сюрприз, как бывает иногда на сильных новостях, там шпилька, вверх-вниз, и такое тоже возможно. Но я предлагаю рискованно шортануть евро-секущих со стоп-лоссом, 0.02.55, можно поставить это, то есть получается за пятничный максимум, который был на нон-фармах. И при желании, если мы там на новостях чуть-чуть подпрыгнем, поставить лимитку на вчерашний максимум, там еще раз сместить с небольшим риском, с аналогичным стоп-лоссом по 55 по евро-доллару. Поэтому вижу шорт. Конечно, сложно, я не люблю так менять свое мнение, когда я знаю, какие там, лонг-лонг, да, и потом что-то локально там меняется, и я переворачиваюсь. Ну, скажем, это рынок, я вчера, кстати, хорошую статью опубликовал себя на сайте и в Телеграме по поводу как раз мышления трейдера. Оно должно быть долгосрочным, то есть не краткосрочным, потому что когда человек думает короткосрочно, ну, условно, он сегодня вошел в рынок, ну, послушал наши с тобой рекомендации, они не отработались, ну, по каким-то причинам в рынок ушел против нас, да, и трейдер получил стоп-лосс, для него это купительно, и он начинает там входить в панику, и так далее, да, то есть он должен думать долгосрочно, то есть думать на перспективу, что да, сегодня стоп-лосс, завтра тоже возможно стоп-лосс, а в последующем трейдах будет профит, да, и за счет этого он вводит в общую сумму профита, да, за счет там соотношения риска-прибыли и так далее, поэтому им нужно думать долгосрочно. Это что касается евро-доллара, в принципе, по другим валютам картина аналогичная, то есть я еще добавлю, в принципе, канадский доллар, тебя поддерживаю, не буду повторяться, вижу лонг с текущих, мы не должны обновлять вчерашний, или там пятничный минимум, так сказать, да, фунт аналогичный, я вчера тоже писал своим ребятам, что вижу там шорт, ну, шорт я вчера писал с текущих, зайдем ли мы туда, кто-то говорил, возможно, ну, возможно, нет, по австралийскому доллару, еще картинку, чтобы разбавить валютный рынок, шорт с текущих, 69,65, стоп-лосс, получается, это у нас максимум понедельника, 0,7, 0,710, да, посмотрим, обязательно риски, потому что здесь, если сейчас начнут выкупать, то, как новозеландский доллар, в принципе, может картинка поломаться, индекс доллара, о котором я ранее тоже говорил, сильно о шортах, в принципе, может себя отработать, по нефти, что я могу добавить, бренд, есть сильный уровень сопротивления, 96,80, и тренд, пока мы ниже него, приоритет шорты, вот если мы его сломим, сегодня на новостях, да, если начинка появится, то, в принципе, можно дальше будет обсуждать уже в последующем о каких-то покупках, пока вижу только снижения какие-то, в принципе, локально, ну, и по фондовому рынку, как я уже сказал, в понедельник я был быком, что по S&P, что по Dow Jones я еще отметку делал, что очень хорошее накопление, оно, в принципе, интродэй, в понедельник все красиво отработало, и на текущий момент какие-то уже признаки появились возможного снижения, да, возможно, сегодня будет даже базовая инфляция выше, и, скажем, регулятор посмотрит, нонфармы хороший рынок труда, поднимем ставку, ну, возможно, не столько агрессивно, но в долгосрочной перспективе, наверное, они сохранят свою монетарную политику агрессивную, и рынок будет убивать, поэтому рискованный шорт по S&P 500 с текущих за максимум понедельника, и посмотрим, что с этого получится. если обновим максимум, то уже будем по-новому смотреть, аналогично я видел, ну, Дуджонс такой более вялый, достаточно сильно NASDAQ слили, и немецкий индекс DAX тоже сломили практически, вот у нас за последние, так, суммы месяц у нас был такой локально восходящий тренд, вот видно хорошо по DAX, по S&P 500, и мы сейчас его пытаемся ломать, и возможно произошел слом, и сегодня инфляция будет там добивать, ну, посмотрим. Спасибо, Виталий, за твои рекомендации, ну, что, ждем этот супер важный релиз, напомню, что он выйдет в 15-30 по московскому времени, скорректируйте сами под локальный часовой пояса, пустить его ни в коем случае нельзя, контролируйте релизки, следите за загрузкой депозитов, это, как и всегда, важно, ну, Виталий, мы тогда с тобой обсудим итоги этого релиза и вообще, что произойдет с рынками как раз в следующий эфир, это понедельник, уже по горячим следам, когда все устаканится, я надеюсь, что уже волатильность осядет, и попробуем снова переотмыслить перспективы тех активов, за которыми мы следим. Тебе тоже, безусловно, удачного трейда сегодня, если будешь опять же работать перед выходом этого релиза, хорошего закрытия недели и классных выходных. Спасибо, Виталий. Ну, пока, удачи всем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok